В Славянском районе подведены итоги районного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года-2014». Кто же стал победителем и как прошли заключительные этапы творческого состязания, смотрите в следующем материале выпуска. Конкурс профессионального мастерства проходил в три этапа. Участницам необходимо было подготовить презентацию своей педагогической деятельности, подготовить тематическое занятие с детьми, провести мастер-класс для коллег. Пожалуй, одним из самых ярких и запоминающихся стал второй этап конкурса – практические занятия с детьми. Воспитатель из детского сада номер 52 станицы Петровской Анжелика Очеретина решила провести занятие на патриотическую тему «Край родной, земля Кубанская». Я считаю, что дети были молодцы, они справились, отвечали на вопросы, полными ответами старались отвечать, было интересно. А вот воспитатель детского сада номер 27 станицы Анастасиевской Ирина Костенко на суд жюри представила занятия, проведенные с использованием нетрадиционной техники рисования. По словам Ирины, дети уже привыкли к необычным занятиям и им нравится. Используя нетрадиционные предметы, которые окружают нас в быту, детям это доставляло удовольствие. То есть дети на основе этого, увидя то, что с помощью даже обычных ватных палочек можно изобразить, нарисовать для мамы любимый цветок. Поэтому в необычной форме, и это им очень было интересно. Выступление конкурсанток оценивало жюри. Участницам в зависимости от их мастерства за каждое задание выставлялось определенное количество баллов. Педагог, набравшая наибольшее количество баллов, и стала победительницей районного этапа конкурса «Воспитатель-2014». В этом году лучшей была признана Екатерина Скрипник из детского сада номер 31 хутора Коржевского. Она и будет защищать честь нашего района на краевом этапе конкурса. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».